Друзья, вот сейчас я могу загадать желание. Вы тоже можете. Спросите меня, почему? Потому что рядом со мной Танечка Шилина, а здесь в гостях Татьяна Буланова. И не одна, а между прочим, замечательным гостем Сергеем Любавиным. Сергей, доброе утро. Татьяна, доброе утро. Вы действительно много лет уже существуете в дуэте? Да. Так получилось, да. Родилась эта замечательная песня, которая называется «Цветок», которую очень любят в Санкт-Петербурге и у нас в России. В целом мы поем ее на концертах, причем так получилось спонтанно совершенно, что я ей закрываю концерт свой, когда работаю с сольником, а Таня наоборот закрывает. А передаете снафетную палочку? Ну как-то не так. Просто понятно, что Сережа живет в Москве, я живу в Санкт-Петербурге в большей части. И иногда мы пересекаемся, бывает такое. А чаще, конечно, все-таки у нас у каждого свои гастрольные графики. И поэтому эта песня, она дуэтная, но она у нас у каждого существует своя версия. Вы сегодня просто обязаны спеть ее нам вдвоем. Мы ее обязательно споем, но пересекаемся мы по глобальным поводам. И этот год, он стал таковым, таким большим поводом, поскольку у меня юбилейные концерты в Москве, в Санкт-Петербурге. Юбилейный почему? Потому что у тебя юбилей. Заранее не поздравляю, но тем не менее, мы можем сказать, что Сергею Любовину исполнится вот совсем скоро 50. 30? Рома, поторопились. Поторопились, во-первых. И у нас 10 апреля, это прямо в день рождения концерт в Москве на одной из центральных площадок. И 23-го в Санкт-Петербурге. И всех, в том числе вас, Роман, вас, Татьяна, я приглашаю. Татьяна, можно в Москве тоже, если что. Обязательно. И мы вас приглашаем на концерты. Будет много гостей, много сюрпризов. Я думаю, что все пройдет на позитиве. Я уверена в этом. Скажите мне, а в мире музыки, кто кому делает предложение, когда речь идет о дуэте? Вот изначально. Это с Сергеем была идея, и я даже помню, как это произошло. Мы выступали на каком-то корпоративе, и Сережа созвонился моим директором, и приехал просто передать диск. Я помню это. Все начиналось с малого всегда, как обычно. И вот такая была история, такая немножко странная. Сколько мы с моим продюсером перебирали певиц изначально, когда только рождалась эта песня. И не знали, ну кто, кто. И вот просто я вот реально говорю, просто во сне, я уже под утро посыпаю, и вдруг образ Татьяны такой, он вырисовывается. Татьяна. Вы с утра... Вы знали об этом? Нет. О них возраст я не знала. Знала ли об этом ваша жена? Вот. Ты знаешь, сегодня... Теперь знаю. Она обрадовалась почему-то, во-первых, вот. И не зря обрадовалась, потому что... Поиски закончились наконец. Потому что поиски закончились, и дуэт получился замечательный. И вот все радиостанции подхватили эту песню, даже такие непрофильные совсем, которые музыку не крутят. С удовольствием ее крутили, и мы уже поняли тогда, что, ну, получилось. 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 Замечательно. У нас будет, мы еще раз проанонсируем нашим зрителям, будет шанс услышать ее в нашем эфире. Это будет чуть позже. Сейчас мы никуда не отпускаем ни Сергея, ни Татьяну. А вместе смотрим наше все и возвращаемся к разговору. Здравствуйте, простите, а почему подбираете именно малахит? Дело в том, что изделия из этого замечательного камня очень часто встречаются в наших музеях. И хотелось бы иметь и частичку истории дома тоже. Месторождение малахита открыто и в Африке, и в Австралии, но для всего мира малахит – это прежде всего русский камень. На Урале малахит добывали издревле, но в 18 веке здесь открыли месторождение камня, необыкновенно красивого по рисунку и цвету. В 1770 году на Гумешевском руднике добыли малахитовую глыбу весом почти в 3 тонны. Полуторатонный фрагмент этой малахитовой горы преподнесли Екатерине Великой, а она, в свою очередь, подарила собрание угортон-института. Малахитовые гиганты считались национальным достоянием. Запасы переливчатого камня, который немедленно окрестили павлинием, казались неисчерпаемыми. Такое богатство можно было объяснить только вмешательством потусторонних сил. Уральские горники считали, что камень дает хозяйка Медной горы. Эту легенду гумешевского рудника в 30-е годы 20 века поэтизировал сын горного мастера Павел Бажов. И чтоб чаша на цветок похожа была. Непременно, душенька, сделай. В 18-19 веках на уральских рудниках добыли полтора миллиона тонн малахита. Камень украсил сотни интерьеров императорских и княжеских покоев. Слава о русском богатстве разнеслась по всему миру. В Европе не всякая дама света могла позволить себе колечко с этим камнем. А в России из него вытачивали столешницы и письменные приборы. Русские художники выкладывали малахит разными узорами. В убранство Исакевского собора можно заметить сразу три. Ленточный в виде спила дерева и напоминающий по рисунку мятый бархат. Из целого куска малахитовые изделия вырезали только в сказах. В действительности от камня отделяли пластинки толщиной в миллиметр и наклеивали на поверхность, составляя причудливые узоры. Эта техника получила название русской мозаики. В 19 веке в моду входит сочетание малахита и бронзы. Для всей Европы это знак русского стиля. Именно поэтому такие предметы отбирали в свою коллекцию русского искусства. Калина Вишневская и Мстислав Ростропович. 19 век был эпохой триумфа русского малахита. В 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне Россия показала лучшее – малахитовый кабинет Демидовых. Вазы, столы, камин из малахита распродали еще до окончания выставки. Уральский малахит считается самым красивым в мире. Камень, который стал символом природного богатства страны. Это наше все. Природное богатство страны было у Оли. А культурное богатство здесь, прямо у нас в студии, певец-композитор Сергей Любавин и певица Татьяна Буланова. Еще раз мы приветствуем вас, друзья. И много лет вы существуете вместе. Ну, прям много так, я бы не сказала, что много. Ваш дуэт, ваш дуэт, хорошо, ваш дуэт. Нет, ну, нет, мы-то понятно много уже. Я имею в виду, дуэт, как дуэт, как дуэт. Крошечка вторую, чем общение. Ну, лет восемь лет. Лет восемь, наверное, да, родилась эта песня. В общем-то, наверное, много. И она шагает вот такими семимильными шагами. То есть про нее уже ходят какие-то вот, приходят в гостевую какие-то легенды. В том смысле, что очень часто нас приглашают какие-то силовые структуры. Именно с этой песней. Сейчас секреты не рассказывайте. Не рассказывайте. Не рассказывайте. Не останавливайтесь, не останавливайтесь. Что такое в песне «Цветок» для них? Да, что такое в песне «Цветок»? Говорят, как что? Говорят, не сойдутся москвас с него, наверное. А просто очень много людей уехали из Питера в Москву, и из Москвы в Питер. И вот на самом деле для меня это очень актуально, потому что, ну, Сережа, ну, в основном в Москве живет, а я-то живу на два города, как минимум. И для меня это, конечно, очень понятно. И дело в том, что вот с этой песней начался такой момент, что постоянно мне в городах другие говорят, что вы из Санкт-Петербурга. Что у вас там в Санкт-Петербурге новенького? То есть именно вот эта песня стала такой ассоциативной штукой. Просто вашей пропиской питерской. Пропиской, да. Ну, на самом деле, недалеко от истины, потому что город я безумно люблю сам по себе. Это является одним из любимейших моих городов. И всегда я приезжаю с удовольствием. Какую-то новую программу или какую-то новую. И даже премьера цветка состоялась на сцене, на одной из центральных сцен здесь, в Санкт-Петербурге. Опробовываю именно на питерской публике, на взыскательной. Если здесь, в Питере, все хорошо, уже спокойно можно ехать дальше по России. Это я могу подтвердить. Даже вообще, в принципе, по относительно своего творчества, то же самое. У нас самая требовательная публика, не знаю почему. Кстати, о творчестве. Да, друзья. Раз уж вы так долго творчески вместе... Все-таки 8 лет за это время иная группа успеет три раза распасться и поменять солистов и всех на свете. И давайте мы проверим, насколько глубоко вы интересуетесь творчеством друг друга, держите руку на пульсе. У нас для вас небольшой такой дабл-тест на двоих. Вопросы друг о друге. Давайте начнем вопросы про Татьяну Буланову задавать. Попробуем, попробуем, да, все, проверим всех, протестируем. Ну, начнем. В 1996 году Татьяна Буланова участвовала в передаче «Поле чудес» с песней «Нежность». В качестве приза она получила, выбирайте варианты ответа, качан капусты, утюг и пылесос, мандарины и роликовые коньки. Не подглядывайте. А автомобиль? Начнем с малого, я думаю, автомобиль. Таня, вы помните? Я помню прекрасно. Нет, это были роликовые коньки. И мандарины. А мандарины я не отгадала. Мне просто нужно было отгадать, чем пахнет вообще, как бы, дом в Новый год. Я с ледкой по шубу чуть-чуть не придумала. Левье. Не догадалась, что мандарины, да. Но мне за это мандарины подарили. Так, так, у нас пока... Слушайте, каким-то нещедрым было поле чудес для нашей дорогой, родной Тани Булановой, а? Считаю, что у архитов все есть уже. Так, вопрос теперь, Таня, вам про Сергея. Дебют Сергея Любавина на профессиональной сцене состоялся в 1993 году на конкурсе. Теперь внимание на каком. Первый. «Алло, мы ищем таланты». Второй. «Юрмала 93». Третий. «Мистер Москва 93». И четвертый вариант. Посмотрим на Сергея. «Конкурс двойников Элвиса Пресли». Мне кажется, «Мистер Москва». «Мистер Москва». Заслуживает Сергей звание «Мистер Москва» и «93». 2016, мы не сомневаемся, но правильный ответ – «Юрмала 93». Да, Сергей? «Юрмала». Это была «Юрмала». Продолжаем. Значит, крестик против крестика. Ну, Таня, ближе к истине, потому что... Ну, это конкурс-конкурс. Ну, просто ошибка. Давайте, значит, 2014 год. Татьяна становится участницей шоу «Перевоплощений», кого Татьяна не пародировала. Натали, Виктор Салтыков, Бритни Спирс, Сосо Павляшвили. Так, Натали, точно. Я думаю, что Сосо Павляшвили. Правильный ответ, правильный ответ, совершенно верно. Таня, пожалуйста, в конце 80-х начал выступать с группой «Алиса», «Бешеные кролики», «Дип Эппл», «Вояж». «Вояж». Правильно, абсолютно. Один-один. Это точный ответ, один-один. Да, продолжаем. Так, 92-й год. Татьяна стала обладательницей национальной российской премии. Варианты «Рукодельница», «Овация», «Грация», «Золотой волос». Овация. Правильно. Так это было 94-й. 2-1. А, я говорю, а, 94-й. 94-й, так. Двойка мне, минус 2 года. Вопрос про Сергея Любавина. Как называется первый альбом Сергея? 18,5, 17,5, 16,25, 36,6. 17,5. Конечно. Конечно, правильно. Друзья, потрясающе. Со счетом 2-2 мы заканчиваем нашу игру. Это значит, что у вас просто идеальный творческий союз. Да, мы дружим, поэтому это было легко. Татьяна и Сергей сегодня споют для нас. Это будет в конце программы. Сейчас у нас пауза 19 минут. Увидимся. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok